Здравствуйте, Данил Иванович. Добрый вечер. Мы сегодня подведем, наверное, не столько краткие итоги торгов в России. Наш рынок сейчас по понятным причинам в своем формате находится. Но мы поговорим о главных новостях на международных, на глобальных рынках. И сегодня, наверное, самой яркой новостью стала информация о том, что Илон Маск теперь не просто человек, который может одним своим твитом изменить ситуацию на крипторынке, либо привлечь внимание к какой-нибудь компании, но теперь еще и очень крупный инвестор, владелец почти 10% акций Твиттера. Собственно, не так давно он проводил опрос у себя в Твите. Считаете ли вы, пользователи Твиттера, что Твиттер делает для свободы слова максимум, соблюдая основные принципы этого важного для человечества сюжета, свобода слова. Ну а теперь стало известно, согласно отчетности, обычной официальной, что Маск теперь еще влиятельный инвестор в Твиттере. Но пока эти инвестиции больше выглядят как пассивные, потому что есть две точки зрения, что это только начало, и Илон Маск будет входить в социальные сети. Он об этом уже и раньше заявлял. Другая точка зрения, что это просто такая вот мера социальной ответственности. Как бы то ни было, основатель Твиттера, известный бородатый Джек Дорси, оттуда был не то чтобы изгнан, но по сути дела так инвесторами. А вот теперь появился совершенно новый, менее, так скажем, противоречивый персонаж в этой компании. Сразу же акции Твиттера пошли резко вверх. Вот что это, бизнес или просто очередной хайп, Твиттер это мемсток, может быть будет что-то новое, на что рассчитывать, или просто это такой эпизод, который уже закончился. Об этом и не только. Мы поговорим с нашим гостем, который у нас на прямой связи, прямо из Соединенных Штатов Америки. Это Вячеслав Голик. Вячеслав, приветствую. Приветствую. Вам доброе утро, нам же добрый вечер. Итак, как воспринимать вот этот вот ход? Сейчас все обсуждают на разные лады, Маск решил все-таки завладеть этой социальной сетью или нет. Как стоит с точки зрения именно инвесторов смотреть на этот Димарш? Что ждет Твиттер? Ну, я думаю, что с прихода Маска Твиттер, по крайней мере, все проекты, которые делал Маск, они успешны с точки зрения и капитализации, и роста бизнеса, и объемов, и качества бизнеса. Поэтому я думаю, что тот опрос, который Маск проводил, это связано с тем, что, наверное, в мире так глобально есть проблемы с тем, как доносить информацию. А Маск, как известно, он сторонник того, чтобы было максимально все открыто и демократично. Поэтому я думаю, что его приход в Твиттер, и мы, конечно, должны узнать, что он захочет дальше делать с тем, что он зашел. Но Твиттер, в принципе, это одна из компаний, которая сильно уступала и Гуглу, и Фейсбуку с точки зрения рекламы, и, скажем так, Твиттер, он относительно стагнировал последние годы. И я думаю, что когда приходит такой акционер, как Маск, с этими идеями, я думаю, что это может сильно помочь Твиттеру. Давайте, нужно посмотреть, во что это выльется. Пока же, скажем так, те средства, которые Маск в феврале потратил на покупку своего пакета акций Твиттера, ну, приблизительно это 1% его благосостояния, так что все может быть еще впереди. Это может быть и одно, и другое, но, скорее всего, история с продолжением. А теперь давайте к бизнесу основному. Маск, все-таки это даже не SpaceX, это Tesla. Перейдем, потому что по Tesla тоже много новостей. Вот недавно вышел отчет, пока производственный отчет, не финансовый отчет Tesla за первый квартал. Там у них рост показателей, и рост, может быть, не впечатляющий пока, ну, в силу того, что только-только открылась мегафабрика в Берлине, и еще ждут открытия фабрики в Хьюстоне. Ну, а в Шанхае, кстати, сейчас вынужденный, видимо, простой будет, и все не просто с комплектующими. Тем не менее, рост есть. Например, у конкурентов, назовем так, у GM, у них снижение на 20%, у Toyota снижение там почти на 15%. И на этом фоне Tesla, конечно, выглядит просто мега супер. То же самое, еще один момент хотелось бы уточнить. Сплит-акций был, об этом мы узнали тоже не так давно, но, собственно, это может вылиться во включение, например, в Dow Jones Industrial Leverage и Amazon, и Tesla. Потому что Amazon тоже объявила сплит. То есть теперь, по крайней мере, согласно, если сплит будет совершен в той и другой компании, эти компании, как в свое время Apple, тоже могут быть включены. Насколько интересно сейчас акции Tesla, или все-таки нужно к ним относиться на данном этапе с осторожностью, учитывая все встречные ветры? Ну, я отношусь к Tesla очень позитивно и считаю, что 1600 долларов – это таргет на конец года, который как раз учитывает те темпы роста бизнеса, которые мы наблюдаем. И даже без фабрики в Шанхае, ой, даже без фабрики в Берлине и в Остине, компания в состоянии только на Фремонте и на Шанхае расти 50% в год – это то, что сказал Маск на последнем конференц-коле. И две дополнительные фабрики, они просто дают возможность компании идти к цели в 5 миллионов автомобилей в год только с учетом этих четырех компаний к 2025 году. Поэтому с точки зрения развития бизнеса и темпов его роста, то, конечно, это впечатляюще. То, что мы сейчас увидели в отчете 310 тысяч автомобилей за первый квартал, мы должны здесь посчитать, что был у нас и китайский Новый год, и остановили фабрику из-за ковида. И вот эти все дни, которые простой был, если их пересчитать как скорость производства единиц автомобилей, то Тесла должна была бы произвести где-то на 25 тысяч автомобилей больше. И если мы посмотрим на первый квартал 2019, 2020, 2021 года, то мы видим, что компания растет больше, чем 50%. Это то, о чем говорит сама Тесла, как она будет расти. И мы наблюдаем темпы роста порядка 70%. Соответственно, а это в итоге сказывается уже у нас. И на гросс-марже мы видим, как она улучшилась почти 32%. Мы видим, что профит маржа у них самая лучшая среди всех компаний, в том числе Toyota, которая считается по этому показателю самая эффективная. Поэтому это хорошая идея, инвестиционная идея. Конечно, многое зависит от того, как будет общая рыночная ситуация, но в целом Тесла одна из лучших. Об этом, об общей ситуации хотелось бы с вами поговорить. Сейчас очень многие комментаторы, рыночные, околорыночные, обращают внимание на разного рода показатели. В частности, на рынок облигаций смотрят. Вот в связи с ожиданиями повышения ставки дальнейших, там, нескольких повышений Федрезерва, в связи с ростом инфляции, доходность по наиболее чувствительным к повышению ставки по Федфондам двухлетних казначейских нот превысила в моменте, и сейчас продолжает превышать в моменте, доходность более дальних казначейских нот, десятилеток. И это два основных таких бенчмарка. Ну, и считается, что каждый раз, по крайней мере, за последние 30-40 лет, было, я не помню, сколько раз, может, 7-8. Каждый раз, когда это происходило, чуть ли не каждый раз, потом экономика уходила в рецессию. Хотя здесь, ну, можно по-разному это оценивать и подводить под эту фундаментальную базу, но понятно, что это показатель все равно косвенный. Если мы посмотрим на другие показатели экономики, это и индексы деловых настроений, и вот отчет занятости, который выходил в пятницу, но там пока сложно сказать, что, когда не хватает рабочих рук в экономике, что экономика на грани краха, на грани рецессии. Все, в общем, вот здесь вопросов больше, чем ответов. Какие показатели используете вы? Ну, как вот сейчас, наверное, вы расскажете, есть самый-самый старый, наверное, теория ДОУ, самый старый фондовый индекс в истории, это ДОУ Джонс Транспортейшн Индекс. Эта теория говорит о том, что если промышленный индекс ДОУ Джонса и транспортный индекс ДОУ Джонса, они вместе растут, это подтверждение того, что экономика, скорее всего, будет расти, фондовый рынок растет. И вот насколько этот показатель интересен, он тоже старый, а вот двухлетки-десятилетки, он не имеет такого трек-рекорда. Есть и базы других индикаторов, и вообще обращайте ли вы на это внимание? Конечно, конечно. Порядка 50 индикаторов, на которые ты постоянно смотришь, когда анализируешь состояние экономики, есть лидирующие, есть отстающие, есть коинцидентал, вот три вида показателей. И когда мы смотрим сейчас на последние данные по PMI, например, либо по запасам, то есть сколько компаний тратят, инвестируют в развитие своего бизнеса, мы смотрим, каким образом, или, допустим, на количество пермитов, выданных на строительство, какая загрузка портов, сколько перевозок, мы смотрим на все эти графики, как раз для того, чтобы оценить, какое настроение у бизнесменов и что происходит в реальной экономике. Это как раз позволяет нам говорить о том, ну, в том числе, если говорить уже про популярную тему сейчас, это сравнение двухлеток с десятилетками, и то, что это является признаком кризиса на горизонте примерно двух лет, то в конце 60-х годов, напомню, было то же самое, кризиса никакого не было, но каждый раз, когда мы видели рецессию, которая следует за тем, что двухлетки дороже, чем десятилетки, то каждый случай он уникален. В 70-х годах это эмбарго, и были свои причины для того, чтобы произошла рецессия, и это, да, индикатор, но мы смотрели в совокупности, когда, допустим, в 70-х годах была зависимость США от энергоносителей намного больше, чем сейчас, а если мы смотрим на текущее положение, то мы видим, на 7% ВВП вырос в четвертом квартале, мы видим, как вы правильно сказали, про показатели занятости и потенциал, он еще более высокий, чтобы занятость была больше, большая занятость означает вовлечение, большее вовлечение ресурсов в выпуск товаров, работу, услуг, и это как раз говорит о том, что экономика будет расти. У нас есть, скажем там, проблема с тем, что очень сильно растут зарплаты, потому что борьба идет сейчас за как раз работников, и идет такое давление на маржу и на инфляцию, вот есть параллельно эти проблемы, но если смотреть в совокупности, то я бы сказал так, что консолидированное мнение или там самое пессимистичное мнение у Федрезерва, что мы вырастем в 2022 году на 2,9%, а вероятнее всего более, чем на 3%, конечно, это нужно будет смотреть, но на данный момент, рассматривая вот все эти индикаторы в совокупности, я был бы более позитивен в оценке того, что рецессии более вероятно не будет, а более вероятно будет рост. Ну, с экономической точки зрения, очень часто так шутят, если Америка чихнула, во всем мире насморк, но, как бы, шутка, может быть, в 2020-2021 году не очень хорошая, но теперь уже можно так шутить, но если во всем мире насморк, это не значит, что Америка чихает, вот в Америке пока ситуация выглядит более оптимистично, что экономика, скажем так, несмотря на все встречные ветры, все проблемы, она достаточно динамичная. Не забываем и про инновации. Только что вот, когда готовился к эфиру, я, правда, не дослушал последний опус, там, где-то на час примерно, Кэти Вуд очень любит про экономику говорить, когда продает свои фонды. Фонды не очень себя хорошо чувствуют, хорошо в последнее время чувствуют те, кто шортили эти фонды. известные ребята создали даже такой ETF, но вот сейчас вроде как очень похоже на то, что шорты уже подприкрыли. И вот те истории, которые в прошлом году преобладали, сейчас дело все заканчивается. Как на инновации? Смотрят ли вот на такие компании типа Криспор, там, ну, то же самое она и в Биткоин вкладывалась, и в Теслу, и много других очень интересных историй, так скажем, с большим будущим, но пока себя не проявивших? Ну, вы правильно сказали, что это все компании будущего. На данный момент это все убыточные компании. Они находятся, допустим, Криспор еще на той или иной фазе клинических испытаний, которые в целом берут 7 лет. И только после 7 лет может быть начало коммерческое уже использование и зарабатывание денег. Поэтому это истории перспективные, они имеют большое значение, но капитализация сейчас, когда это в районе 50 миллиардов, это дорого. Но когда это оценивалось в 10-16 миллиардов, эта капитализация просто очень высокая. Поэтому фонды Арка, они хороши с точки зрения того, там есть отдельные компании, которые, если уже связывать идею Кэти Вуд и то, о чем она часто говорит в своих эфирах, про дефиляционный фактор инноваций, это действительно мы это наблюдаем на примере той же Теслы, которая может в три раза дешевле производить по сравнению с конкурентами. И это как раз имеет дефиляционное давление. То же самое происходит в любые технологии, допустим, AI. Они позволяют оптимизировать бизнес и Кока-Колы, и Старбакса, многих бизнесов. Поэтому это интересно с точки зрения технологий того, что происходит в таких компаниях, условно, как Тесла. Но это вовсе не означает, что на горизонте 1-2 года компании, как Криспер, они могут вырасти, допустим, в 2 или в 3 раза. Все-таки эта история более чем как... Уже упомянули Старбакс, тоже хотелось о них немножко поговорить. Все-таки я вспоминаю свой первый визит в США. Это было, по-моему, в 95-94 в Сан-Диего. Вышел попить кофе с утра и не нашел ни одной приличной кофейни. Потому что Старбакс был в Сиэтле, а в Сан-Диего еще не было Старбакса. Сложно было кофе найти. И поэтому, что Старбакс расцвел. Но Старбакс это все-таки уже прошлое или будущее? Вот туда вернулся опять у руля теперь стоит основатель Ховард Шульц. Стало известно. Он отказался от байбеков, от дивидендов. Будет в операционку вкладывать все, в операционную деятельность. Насколько перспективы у Старбакса сейчас? Или все-таки все достаточно под вопросом? Нет, я очень позитивно смотрю на Старбакс. Допустим, если его сравнивать с Макдональдс, например, то мы видим, как развивается Макдональдс, вводит новое меню, выходит на какие-то новые ниши, которые он ранее не занимал. Вот Старбакс, если сравнивать, можно сказать, что уже все сеть Старбакс уже везде, где только можно. И потенциал уже не такой, как раньше. На самом деле это не так. У Старбакса самый большой рынок – это США. И в США у них громадный потенциал, куда еще открывать их кофешопсы и идти по их стратегии в драйв-сру. То есть это совершенно другой подход. Он не так популярен или, наверное, вообще не популярен ни в России, ни в Европе. В Америке сейчас все покупают кофе, подъезжают на машине, получают кофе и едут дальше. И вот этот потенциал, он абсолютно еще не реализован. Открою секрет, мне в Старбаксе больше всего нравился писательский чай, когда он был еще в Штатах. А кофе? Ну, кофе у нас получше есть в некоторых местах. Это дело вкуса. Последний вопрос, который бы хотел задать, только очень коротко. В Китае сейчас выходной, но вроде как китайские власти пошли на встречу комиссии по ценным бумаговым биржам. Покупаете ли вы эту информацию? Пока не говорю про китайские акции, но вот эту информацию, что они пошли на встречу. Или пока все-таки под вопросом? Это очень хороший знак, но я бы не покупал китайский бизнес в принципе. Ну, пока еще рано. Пусть они докажут на деле то, что пропагандируют на словах. Спасибо большое. Вячеслав Вячеслав Голик беседовал с нами об основных инвестиционных историях и мест идеях. Ну, и хотелось бы наш рынок отметить, он успокоился. Наши индексы под конец сегодняшнего дня, день, как обычно, короткий сейчас на нашей бирже, подросли. Но подросли в рамках приличий и индексы РТС, и индексы МОЗ биржи прибавили это на вот этот процент. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин